Всем привет! На связи Лимб. Все в твоей жизни расставлено по полочкам. Социум загнал тебя в железные рамки, навязывая ту картину мира, где каждое явление имеет логичное объяснение. Открой глаза. Это лишь вершина айсберга. Я покажу тебе, что скрывается по ту сторону ночи. Готов отправиться в Лимб? Где ждут своего часа неупокоенные души, терзаемые монстрами, готовыми ворваться в наш мир и вступить в неравную борьбу за господство? Я расскажу тебе, почему ты боишься темноты, почему тебя охватывает чувство тревоги, когда заходишь в лес. Переходи по ссылке, и ты узнаешь, кто следит за тобой, когда выключаешь в комнате свет. А также мы проводим конкурс на лучшую идею для страшной истории. Если у тебя есть гениальная, шикарная идея для страшной истории, то отправь ее краткое описание нам и выиграй денежный приз. Подробности во вкладке «Сообщество» на нашем канале. С вами был Лимб. Спасибо за внимание. Странно это все, когда твоя жизнь перестает быть твоей только потому, что кто-то так решил. Если вы читаете мои строки, то уже знакомы со мной. Я Костя, и я некромант-палач. Да, забавно, но в моей жизни это не дает бонусов. Одну только боль. У меня есть верный друг, он же брат, но и фамильяр. Его зовут Акила. Мы познакомились случайно. Он столько лет жил со мной рядом, но узнал я о нем не так давно. А теперь мы полностью едины, и наша сила растет так, как ничья другая. Еще у нас есть двое подопечных, мальчишка Ярослав и его фамильяр Мир. Забавно все это. Я сирота, как и Яр. У меня есть ба с дедом, а у него отец. Вот так и живем по соседству. Наше знакомство было диким просто. Он меня так боялся, а мне приходилось его спасать. Впрочем, теперь бывает, и он меня спасает. Наше последнее сражение дало огромный сбой на моем подсознании. Я разочарован, просто убит. Дриада, что стала моей супругой, отдала свою жизнь за меня. Да, она меня бесила, но она не врала мне, как та, кому я верил и кто была мне дорого. Яр пытался привести меня в чувство, но мы оба понимаем, что я устал от этой войны. Я и Акил ощущаем, как моя тьма выводит из-под контроля. И знаем, кто выводит меня из себя, чтобы уничтожить. Косточка, ты, конечно, извини, но я думал, что черная книга дана не для ведения личных записей. Акил посмотрел на меня с такими тяжелыми и грустными глазами. Все, что успел узнать, я давно записал и зарисовал. А вот рассказать о том, что ждет некроманта в жизни, я тоже должен. Никто не готовит к тому, что даже если ты спасаешь, то ты все равно плохой. Ты все равно тьма. Я сжал руки в кулаки и вены почернели. Акил лишь покачал головой. Я знаю, что тебе очень трудно. И знаю, что ты никогда не смиришься с этим. Он сел на подоконник. Да, ты прав. Я не смирюсь, потому что не хочу этого. Это было слишком. Кто вообще дает им такое право? А она? Она просто солгала мне, использовала. И постоянно ждет, когда я ступлюсь. Я понимал, что снова срываюсь. Последнее время даже Яр старался вести себя рядом со мной аккуратно. Правда, это бесило еще больше. Но самым главным ударом было то, когда я напугал Ба и деда. Остановился вовремя и то благодаря Акилу. Я пытался отпустить эту ситуацию, как уговаривала Ба. Я знал, что они не злились, но я чувствовал их страх. Конечно, некромант вышел из себя и мог их просто убить. Поэтому мы с Акилом сделали так, что о нас забыли все. Кроме Яра с миром. Они защитились от этого, хотя я хотел, чтобы обо мне забыли все. Я сегодня Ба видел. Так хотел обнять. Но она же теперь меня не видит. Акил тяжело вздохнул. Он любил пирожки Ба, рыбалку и частушки с дедом. Он их считал родными. Я предлагал ему остаться, но он сказал, что пойдет со мной до конца. Выживать стало трудно и одиноко. Да, мы вдвоем, но нам сложно без тех, кого мы любим. А теперь я опасен и не знаю, насколько хватит себя сдерживать. Косточка, тут Яр пришел с миром. Опять сказать, что ты не в духе. Акил не одобрял мое за творчество. Ладно, твоя взяла, пусть заходит. Я выдохнул. Я думаю, что не стоит парня избегать. Он страдает и не знает, как быть. В дверь постучали. Акил махнул рукой и она открылась. Удобненько. Яр не смело зашли с миром и посмотрели на меня и Акила. Привет, мы тут с пирожками от вашей ба. Она нас угостила, а мы вот подумали, что вам приятно будет их попробовать снова. Яр протянул пакет и внимательно смотрел на меня. Пирожочки. Словно пропел Акил. Как же вы это удачненько. Он потер ручки. Спасибо, Яр. Как они там? Мысль о своих родных и близких грела мою душу и трогала сердце. Знаешь, вот вроде все как обычно, но видно, что им чего-то не хватает. Они постоянно ездят на могилу к твоим родителям, где теперь и ты для них. И постоянно думают, как бы сложилась их жизнь. Жалеют, что переехали из деревни. Ты знаешь, я все время думаю, что ты поторопился с выводами, решив, что тебя уже не спасти. Он произносил каждое слово с осторожностью. Я чувствовал его. И он не волновался. Он боялся меня. Рано? А чего сам тогда боишься? Я ухмыльнулся. Я не тебя боюсь, а за тебя. Ты же не злой, ты только спрятался в панцирь. Он присел рядом со мной. Яр, ты еще не понимаешь многого. Вот сколько бы хорошего я не сделал, а тьма, это всегда плохо. И как видишь, меня она жирает. Я показал ему свои вены, которые почти полностью почернели. Это все хрень, Костя. Мы оба знаем причину твоей злости. И я считаю, что ты не должен сдаваться. Он соскочил и заходил кругами. Ты не понимаешь. Ты и я, мы разные, мы противовес. А это значит, что рано или поздно мы схлестнемся. И я не хочу победить тебя. Я перешел на крик, голова закружилась. Глаза потемнели, словно мир стал черно-белым. По их лицам я понял, что они снова стали бездонно-черными. Так, хватит. Я Ремир, вам лучше уйти. А мне нужно прогуляться с Косточкой. Акил выпроводил их за дверь. Пошли-ка. Он щелкнул пальцами, и в моих руках оказалась моя толстовка с капюшоном. Мы молча вышли на улицу и пошли в сторону леса. Там я мог сбросить негатив. Природа словно стала меня уважать и помогала. Особенно вода и растения. Они окутывали меня, и я словно слышал снова ее голос. Правда, до леса мы не дошли. Крик и обрывок фразы. Мир, давай! Яра мы узнали сразу и побежали к нему. Он с миром стоял напротив непонятного человека в теном капюшоне. В полной своей сущности. Какого, блядь, хрена? Я выругался и на пути стал окутывать себя тьмой. Костя, Акил, уходите, он за вами. Он кинулся бежать в нашу сторону, но человек в капюшоне откинул его, как только тот потерял бдительность. Яр полетел в мира, и они улетели далеко. Ну, пиздец тебе, урод. Я расправил левую руку, и в ней возникла огненная коса. Молись, тварь! Не сегодня, палач. Не сегодня. Хриплый голос прокашлялся и повернулся ко мне. Затем медленно поднял руки и скинул капюшон. Изуродованное лицо, которое явно давало понять, что оно сражалось и не один раз. Ушей не было, там, где должны были быть уши, торчали какие-то щупальца. Брезгливо, но меня этим уже не испугать. Было давно. Его руки были в шрамах, и на них было по два пальца. Остальные были обрубки или голые кости. Дядя, ты кто? Я был готов либо отражать, либо нападать, а вот он даже не стремился. Ха-ха-ха, спросим Акила? Он показал на Акила костлявым пальцем с длинным когтем. И только сейчас я понял, что Акил стоит без трансформации, замерев, словно он статуя. Акил! Но тот даже ухом не повел. Смотрел, не отводя глаз, в которых было удивление. Акил, кто это? Меня это бесило конкретно. Косточка это... Это он. Мой создатель. Акил посмотрел на меня огромными глазами, полными ужаса и слез. Ха-ха. Прекрасно, но мне как-то... Пох. Поэтому мужик говорю сразу. Если ты так пообщаться, то валяй. Если за ним, убью его. Я нехило напрягся, Акила я не отдам. Успокойся, мальчик. Я древнейший некромант. Я самый первый, кто спас душу и вселил ее в предмет, который слепил сам. Я его все, и теперь пришла пора мне рассказать ему о том, что ему предстоит. Он сделал шаг вперед, я напрягся сильнее. Я не оставлю косточку. Акил сделал шаг в мою сторону. Акил, тебе больше тысячи лет, а ты так и остался ребенком. Но я пришел не за тобой. Я пришел лишь рассказать, чтобы уберечь тебя. Он протянул руку. Акил с тобой не пойдет. Я заслонил его с собой. Мальчик, ты начинаешь меня бесить. Только вот не пойму еще до конца чем. То ли своей глупой храбростью, то ли напыщенным героизмом. Я хоть и мертв, но я же пришел сюда. И поверь мне, моя сила осталась при мне. Он резко вскинул голову и стал спускать тьму по своему телу. У него поверх искалеченных рук появились черные вены, по которым пульсировала тьма. Глаза стали бездонными и горел внутри них огонь, но не как у меня. А там было черное пламя. Руны покрывали его всего даже на изуродованном лице. В левой руке у него появилась огненно-черная коса, а в правой руке хлыст, который искрился. Ха, типа прокачка лучше. Я нервно издал смешок, такого даже я не ожидал. Тюнинг нынче в моде. Я пропустил полную пустоту и тьму сквозь себя, позволяя ей поселиться во мне. Кости снова стало ломать, правда, не так как обычно, а намного сильнее. Акил отскочил от меня, так как его самого стало ломать. Моя спина словно разрывалась. Я закричал диким воплем. Акил лежал на полу, как раненый зверь, и его крутило. Мы не могли толком пошевелиться. Ха-ха, о-о-о, я смотрю, тут будет интересное шоу. Так значит, ты не просто палач и некромант. Ха, и какого я тебе спрашиваю? Последние слова он закричал куда-то в пустоту. Я для тебя всегда был монстром. Ты погубила меня, а ему даровало то, что так дорого мне. Я сотру его, и даже ты не помешаешь. Я заберу фамильяра и высосу его силу, обретя то, чего так давно желал. Он кричал, а его голос отдавался хриплым стоном, как будто эхо. Я не знаю, кому и что такого нашлось у меня, чего не дали этому тюнингованному, но готов был отдать, только бы он оставил в покое Акила. Акил соскочил из земли, и я просто охренеть, как охренел. Он был снова большой черной псиной, но теперь его клыки были как два бивня. Ноги были словно мускулы у качка, на груди блестел полумесяц. Когти словно стали стальными и еще более острыми. И он смотрел на меня явно удивленно. Косточка не может этого быть. Он мысленно показал мне взгляд на меня. Из моей спины торчали огромные вставки костей, словно крылья. Они были полностью в огне, по мне бегали различные руны. Глаза горели черным пламенем, но в глубине мерцали красные искры. Я стал осматривать себя, пребывая явно в шоке. Коса стала гореть синим пламенем. На одной стороне лезвия были символы евреев, христиан и католиков. А на другой символы мусульман, буддистов и еще множество разных символов по всей рукояти. Вены словно вылезли из-под кожи и стали стальными. Я словно был окутан проводами, а не венами. Меня это пугало. Я чувствовал в себе не только энергию смерти, но и жизни. Акил, что с нами? Я стал сильнее, но от этого чувствовал себя только опаснее. О, я тут что-то пропустил? Яр с миром как-то незаметно подошли к нам. Хриплый смех древнего некроманта отвлек нас от недоумения происходящего. Ха-ха, дети, против меня ты выпустила детей? Он даже не знает. И они еще и вместе. Ты что, сумасшедшая? Я боготворил тебя. А ты прокляла меня, позволила простым людям сжечь. Очистила ум моего фамильяра и изгнала из него те воспоминания. Я чувствую, что он считал меня добром. Но я им не был никогда. Но я покажу ему, что мы с ним совершали. Пробужу в нем кровожадие, с которым его создал. И он разорвет и мальчишку, и его пушистика. А потом мы подчиним этого. Он указал своим обрубкам на меня. Ты увидишь, как он будет еще хуже, принося мне жертвы. Я просто стану тем, кого ты всегда боялась. Он раскинул руки в стороны и стал хрипло смеяться. Словно сумасшедший. Костя, может мы его уже того, а? Яр смотрел с таким явным недоумением. Подожди, надо понять. Пусть болтает себе. Нужно обезопасить Акила. Давай мир его унесет. Нет, нет. Чем он дальше от меня, тем опаснее. Мы же не знаем, что он задумал и как с ним бороться. Я внимательно изучал. Обычно всякие твари упорно прячут слабые места. А этот слишком уж вообще не стесняется. Его полудохлое тело покрывалось какими-то шипами, словно тонкие иглы. Наши с ним взгляды пересеклись. Акил встал позади меня. Ярослав рядом, а мир за ним. Мы ожесточенно смотрели друг на друга. Он медленно обводил нас взглядом, словно выбирал первую жертву. Ну что, мальчишка, готов умереть? Или надеешься на то, что победишь меня? Он снова усмехнулся, как будто дал понять, что его проклятая игра началась. Я не боюсь умереть, но и Акила тебе не отдам. Если так выйдет, то я потяну тебя за собой. Он оскалился на него, почувствовав в самом себе разъяренного зверя. Хе, смело и глупо. Он резко поднял руки вверх. Черные клубы дыма стали ластиться вокруг него. А потом из-под его когтей потекла черная жижа, которая очень была похожая на кровь. Она пузырилась и кипела. Касая земли, истекалась в одну лужу. Из которой бурлением выплескивались мелкие паразиты. Они были похожи на клещей, но слишком высохших. Смотри, эти малыши так просто способны сожрать тебя заживо. Его хриплый голос стал стальным и жестоким. Мир тут же выставил щит из воздуха, но... Я вышел из него, закрыв мира и фамильяров тьмой. Так будет лучше. Ну что ж, начнем. Я выпустил в мелких паразитов сгусток своей энергии, и они начали издавать противный скрежет. Словно по металлу гвоздем царапают. От этого усиленного в таких количествах звука. Я просто закрыл уши руками, так как почувствовал, что сейчас мои уши просто оглохнут. Ха-ха-ха. Не нравится, мальчишка? Он оказался около меня и нанес удар мне под дыха, чего я просто кубарем отлетел. Но он не пытался снять тьму, что я наложил на остальных. Он медленно шел ко мне. Его удар оставил на груди ожог, словно на меня вылили кипяток. Плевать, и не такое было. Я жадно хватал воздух, словно меня душили. Он явно это заметил. Не можешь надышаться? Ну да, перед смертью не надышишься. Его раскатистый смех содрогался просто по моим нервам. Перед своей может и нет, а вот перед твоей да. Я резко подскочил, как мог, почти удержал полное равновесие и налетел на него, рубя косой. Он только лишь слегка пошатнулся, но все порезы, что я нанес, просто затягивались. Ты глупец, я уже мертвый, меня нельзя убить. Он резко набрал в грудь воздуха и выпустил огромную тьму, которая сжигала мою энергию. И оставляла на мне многочисленные порезы. Каждый порез становился гнилым, словно я сам уже мертв. Он отравлял меня магией смерти. Ее обрести может только умерший. Раскаленные иглы из его тела стали появляться во мне и исчезать на нем. Я перешел на крик, меня пробил из зно под ледяного холода и сильного пламени. Такой адской боли я не чувствовал еще никогда. Косточка. Голос Акилы звучал где-то там вдали. Я его почти не слышал. Надеюсь, им хватит ума укрыться хоть на какое-то время. Но как же я ошибался. Вокруг меня резко закрутилось четыре вихря. По энергии я чувствовал, что Яр, Мир и Акил схлестнулись с древним некромантом. Да, их было больше, но он был сильнее. Капли крови Яра капали на раскаленную от пламени землю. Я чувствовал запах свежей крови и сам не понимал, почему начинаю сходить от него с ума. Словно вампир, у которого была дикая жажда. Я жадно вдыхал этот запах. Яр, он отравлен. Отойди. Голос Акила был очень испуган. Если я отойду, то мы не сможем удерживать этого вот, как его, не важно. Яр был явно напряжен. Косточка может в любой момент стать убийцей, и первым он пойдет на запах твоей крови. Он никогда себе этого не простит. Акил старался и удерживать древнего, и отгородить Яра. Я не оставлю его. Яр, скрипя зубами, произнес, его злость словно питала меня. Я начинал терять контроль, и через какое-то мгновение, я словно смотрел на это все со стороны. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вы проиграли! Древний опустил руки и просто поглотил их энергию. Теперь мой ручной пес растерзает вас! Он указал на Яра и Мира. А ты, Акил, преклонишь вновь передо мной голову. Твой хозяин теперь в моей власти. Он поднял руки вверх, и меня стала поглощать черная пелена. Глаза стали багровыми, словно налились кровью. Я соскочил, мое тело напоминало сплошное живое мясо. Вены, как веревки торчали отовсюду, мышцы рвали кожу и рвались наружу, выпуская из живой плоти иглы, которые причиняли дикую боль. На шее, словно ошейник, вылезли толстые шипы. Они разрывали глотку. Черной смолой кровь стекала по моему телу и отравляла землю. Стихия пыталась поглотить меня, но только травилась и получала ожоги. Полностью выжженная дотла, земля перестала нападать, умирая каждым своим участком, где капала моя кровь. Яр, уходите с миром, быстро! Акил сделал пару шагов назад, его лапы твердо встали. А когти впились в землю, он приготовился сражаться и защищать Яра. Все верно, я бы поступил точно так же. Косточка, ты борись, это яд, просто сопротивляйся, он должен выйти из тебя. Акил смотрел на меня в глазах, там были слезы и страх. Я знал, чего он боится и на что придется пойти. Акил, спаси Ярослава, он должен выжить! Я, комкая и заикаясь, произнес каждую букву. Мы спасем его вместе! Он был такой же упертый, как и я, но сейчас все зашло слишком далеко. Я не уйду, я не брошу тебя, ты же меня учил всему! Яр посмотрел на меня сквозь пелену злости, он злился, что мы даже сейчас считаем его ребенком. Некромант, уничтожить их! Он указал на Яра и Мира, я напрягся. Мои руки сами вновь взяли в руки огненную косу и руны на них стали только черного цвета. Я пытался сопротивляться, но неизбежно, словно заторможенный шаг за шагом, стал приближаться к Яру. Борись, Костя... Акил сильно нервничал, его энергия сбивалась, Яр смотрел на меня дико. Костя, ты же не тронешь меня! Но я шел, пытался себя побороть, но не мог, просто не мог. Яр знал мои слабые места, но они будут ему открыты, если я полностью отдамся тьме. Но тогда я могу и вовсе не вернуться. Древний некромант что-то говорил на непонятном языке, капли моей крови капали по земле, причиняя мне боль от ожогов. Он пытался полностью мной управлять не только телом, но и душой. Я посмотрел на Яра. Он стоял и даже не пытался выставить против меня щит. Мир метал взглядом от него к Акилу, потом ко мне, он не понимал, что ему делать. Акил твердо четырьмя здоровыми лапами стоял напротив, и я видел, что он решается на удар. Простите меня. Это все, что я смог произнести. Так я больше не мог. Злость и обиды покрыли мои воспоминания, и я потерял все, что только мог. Я ушел от тех, кто воспитывал, и подарил мне самую лучшую жизнь. Вся моя сущность была опасной. Я словно красная тряпка для тварей. Я некромант. Я темный, а значит, я зло. Сколько всяких уродов смогут убивать моих родных, и сколько сил во мне потом останется. Ядовитые иглы стали сильнее пронзать уже меня самого. Шипы вокруг шеи начали давить на горло. Я должен это сделать. На мгновение, взяв над собой контроль, который вырвал меня из лап древнего, я пустил злость в свое сердце. Я видел, как тьма окутывает и наносит на него рубцы. Перед глазами стали мелькать картины. Мама, папа, друг, ребенок, ба и дед, которые чудом выжили. И она, моя дряда, что отдала все, чтобы я остался жив. Вот ты и пришел ко мне. Больно? Мое второе я встречало меня так, словно я царь. Да. Голос эхом плыл в голове. Где-то там Акил кричал мне, что я не должен, но... Было поздно. Отдай мне свободу. И я кивнул ему в ответ, позволяя полностью вновь слиться со мной. Мой дичайший крик боли и смеха сплелись воедино. Я завыл, как раненый шакал. Я вытаскивал из себя ядовитые иглы и шипы. Мои зубы от скрежета скололись и стали острыми осколками. Рот наполнился кровью от порезов языка. Глаза стали черными, как будто внутри меня пустота. Но я точно знаю, что теперь я тот, кого всегда все боятся и не хотели выпускать. Убийство, что я совершал. Ха, пусть это были гадкие твари, но я убивал. Запах смерти окутывал и дурманил. Словно я выпил и немало. Все пьянило вокруг. Я был свободен. Резкий взмах и прыжок, и я оказался возле древнего. Он попытался меня снова отравить, но не вышло. Я стал зубами его пожирать и впился в него руками, выкачивая все силы. А их было до одурения много. Он словно свежая добыча. Вкус его гнилой черной крови казался сладким упоением моих страданий. Эта падаль брыкалась в моих руках и слабла. Я не замечал ничего вокруг нас. Когда Акил попытался меня успокоить, я отшвырнул его так, что он с собой снес мира и Ярослава. Они поставили щит, но мне было плевать. Я просто сам, как бездушная тварь, рвал его руками и зубами. Сука, какое это было наслаждение. Трупный яд меня успокаивал и залечивал. Я возродил в себе все то, что столько сдерживал. Когда издохший древний пал у моих ног, покрываясь пеплом и сверкая страхом в глазах, я ощутил в себе ликующий вкус силы, энергии и крови. Мой разум больше не думал о чувствах. Я забыл, что такое чувства. Просто убил в себе все, что связывалось со мной, как с человеком. Моя душа превращалась в один огромный кокон, что попал в паутину. Я решил, что лучше бы она и вовсе исчезла. Я готов был разорвать ее сам. Кто сказал, что душа бессмертна? Это не так. Ее можно убить, и я убью ее, как только получу полную чашу проклятой крови. Я повернулся в сторону Яра. Его запах крови, что стекал мелкими каплями ссадин, манил меня, как наркотик. Косточка, ты не простишь себе этого. Голос Акилы был таким, да более испуганным. А мне стало смешно. Сколько раз я сам постоянно боялся, а теперь этого страха нет. Ты сейчас так жалок, как я когда-то. Я усмехнулся, облизывая со своих губ остатки мертвой крови и трупного яда. У тебя было время его увезти, но сейчас я заберу его. А потом, Акил, тебе тоже не будет никого жаль. Я поднял косу и дал четко понять, что сейчас настал его конец. А-а-ах-ел. Яр, как ребенок, шепотом произнес. Он больше не человек. Обращайся во всю мощь. Акил снова разочаровал меня своей слабостью. Противно понимать, что я был слаб точно так же. Ярослав и мир выпустили потоки энергии и приняли полное обращение. Парнишка, видимо, надеялся все же меня победить. Ха, глупо. Мы встретились глазами. Я просто начал выпускать всю свою злость и тьму, чтобы она поглотила их. Яр с миром выставили щит, Акил кинулся на меня и тем самым отвлек от парня. Он вцепился в мою шею своими острыми иклами и стал раздирать ее. Мои пальцы быстро превратились в костлявые когти, которыми я пронзил его со спины. Но он лишь плотнее сжал свои челюсти на мне. Пелена и холодный потом воды стали меня поглощать. Я стал тонуть в собственной крови и воде, продолжая при этом пронзать тело Акила все глубже. Наконец я почувствовал его слабость и скинул его с себя. Я потом ударил по фамильяру парня и тут же снова смог дышать. Акил лежал окровавленный и тяжело дышал. Я погрузил его тьмой в сон. До того момента, пока не подчиню его себе. Мира парализовала от моей тьмы. Он был не таким опытным и много не знал. Остались только ты и я. Я сплюнул на землю кровь, которая тут же стала скорпионом. Костя, я не хочу идти против тебя. Парень стоял настороже. Ха, забавно. Мне так плевать. Я выпустил в него огромный сгусток своей тьмы, а он окутал и стал душить его. И в этот момент моя душа стала раскалываться на осколки. В голове и перед глазами стали плыть воспоминания о том, что нас связывало. Как я учил его защищал, я кричал сам себе стой, но тут же ненавидел себя за это проявление человечности. Меня не пожалел никто и теперь я не буду. Снова адская боль, еще один осколок души в дребезге раскололся и развеялся в паутине, словно и никогда его не было. На какое-то мгновение я осознал, что сейчас я убью его и никогда уже не буду тем, кем был. Ярослав, вырви мое сердце! Я крикнул ему, направил последнюю каплю своей души и крови на Акила, чтобы исцелить. А после моя душа, потеряв последнюю надежду, разбилась на миллионы осколков и понеслась от меня по ветру. Яр быстро подскочил ко мне, я посмотрел на него. Глаза застила самая черная тьма, которая только способна существовать в этом мире. Я улыбнулся и почувствовал пронзающий удар в грудной клетке. Голой рукой, потеряв всякое обращение, парень проник под ребра, которые были закрыты лишь мясом моих мышц и вырвал с болезненным рыком мое сердце. Его глаза стали застилать слезы. Подхватив меня, он упал на колени и жал в руке мое сердце. Я все еще чувствовал эту боль. Одним движением Акил подлетел к нему и разорвал его на части. Из меня выходила зловещая темнота. Я видел все. Акил склонил голову и в ладони собирал слезы Яра. Они превращались в осколки. Мир подошел и лизнул мое лицо. Косточка, я соберу твою душу. Обещаю. Акил смотрел мне в глаза. Ответить я уже не мог. Как только энергия покинет меня, я исчезну. Жаль, я не мог ответить, чтобы он не мучился. Нет. Отдаленный крик. Но этот голос я узнал бы из миллиардов других голосов. Легкий ветер коснулся лица и раны словно ожили. Нет, не так, не так я хотел. Касание руки. Я заберу тебя с собой. Я соберу его душу по осколкам. Его пожалел светлый, когда темный пошел на жертву. Акил говорил со злостью. Я знаю, фамильяр. Костя. Он будет со мной, пока ты не соберешь его по мелким хрусталикам. И я клянусь, что отступлю. Она коснулась и вдохнула в меня свою энергию. Вставай, Костя. Я сам не понял, что произошло. Раны не болели совсем. А в груди была пустота, словно один разум остался. Я умер? Да, но я дала тебе часть своих сил. Ты будешь помогать мне, пока твой фамильяр собирает каждый осколок твоей души. Это может занять много веков. Прости, Костя. Она протянула мне руку и опустила глаза. Простите меня, парни. Я посмотрел на Яра, Мира и Акила. Эй, ты был прав, Костя. Нам пришлось все же сразиться, но я убедился, что ты все еще мой друг. Яр пожал мне руки, Мир запрыгнул мне на руки. И я все же потрепал этого пушистика. Косточка, я обещаю, что верну нашу с тобой жизнь, несмотря ни на что. Нас ждет приключение. Яр подошел к Акилу. Я с тобой и отказа я не приму. Буду столько, сколько смогу. Он посмотрел на Мира, на что тот только кивнул. Я не заслужил этого и готов был гореть в аду. Я смотрел на нее. Я виновата перед вами, но я умею признавать поражение. Ты никогда не был тем, кем я тебя считала. Просто я не хочу говорить о своих причинах. Я его не увижу, пока не соберу его душу. Нет, Акилф, он будет там, где направляет души. Туда, где им самое место. За их жестокость больше я сделать не могу. Чистилище. Чистилище. Он округлил глаза. Но без собственной души он может оттуда не выйти. Я не понимал, что это значило. Да, поэтому тебе стоит поторопиться. Он был проклят, а проклятого только туда. Но я смогла войти правило, и он будет перевозчиком. Если успеешь, то Костя не потеряет себя. Он вновь протянул руку мне. Акил кивнул и обнял меня на прощание. Я спасу тебя, Косточка. Брат, я в тебя верю. Я взял ее руку, и мы стали уноситься от них вдаль. Я видел, как Яра упал на колени около моего тела. И у него началась истерика. Акил смотрел куда-то в сторону, а в руке он сжал кольцо, что я снял с пальца. Мир лег рядом с Яром и прижал свои уши. А потом они просто исчезли. Я не знаю, увижу ли я их когда-нибудь, и что меня ждет. Но я не жалею ни о чем. Моя тьма ушла на поиски нового сосуда. А это значит, что смерть скоро снова откроет охоту на некроманта. И вновь будет убивать. Однажды она совершила ошибку, и теперь будет платить за нее. Если проклятый тьмой пожертвует собой ради светлого, то он обретет вечность. Она лишила меня вечности и покоя. И я уже вижу, как по ее венам бегут черные искры. Она будет мучаться до тех пор, пока Акил не соберет мою душу. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария. Ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных. А я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро. А если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.